Уже более 10 лет Славянское отделение краевой крейсерско-парусной школы проводит уникальную летнюю школу водного туризма под названием Славянская кругосветка. Участие в походах на Каноэ принимают подростки со всего Краснодарского края и даже из таких туристических МЕК Кубани, как Сочи или Новороссийск. Чем привлекает их Славянская кругосветка мы узнали у самих участников в первый день заезда смены. Как нож сквозь мягкое масло Каноэ рассекают гладь зато на реке Протока, там, где базируется крейсерско-парусная школа. Именно здесь берет свой исток Славянская кругосветка, которая за десятилетия стала одним из самых ожидаемых туристических приключений для сотен детей по всему краю. Во втором потоке кругосветки, который начался 19 июля, участие принимают 60 подростков, причем все они гости нашего муниципалитета. Из Мостовского, Калининского, Крымского районов, Лобинска, Приморско-Ахтарска, Темрюка. Евгения Таразевич уже в пятый раз привозит сюда группу ребят из Новороссийска. Первый раз я приехала сюда в 2014 году, и когда я увидела эту территорию, я просто поразилась рекой Протока, вот этими зелеными берегами. Походы начинаются рано утром, и вот солнце только что еще всходит, и мы плывем на лодках, взлетают чайки белые, белые цапли, черные цапли, бакланы. Конечно, здесь место очень живописное. И дело все в том, что для нас это вообще новое природное такое, новые такие природные условия, потому что мы живем в предгорье Кавказа, мы живем на побережье Черного моря. И здесь нет вот этой вот сжигающей, сушающей жары, здесь более мягко для нас как-то. И потом, вы же знаете прекрасно, что Новороссийск – это город с очень жесткой экологией. Здесь, конечно, не сравнить экологию с нашим районом. Конечно, впечатления у ребят, которые в этом походе побывали, остаются на всю жизнь. Для них это поход всей жизни. Евгения говорит, что ребята после первого сплава просятся снова на будущий год принять в нем участие. Но администрация города-героя старается привлекать каждый раз новых подростков, чтобы большее количество детей смогло получить образование в этой школе туризма. Я ожидала приехать в этот лагерь и увидеть совершенно другое. А то, что я увидела, меня это порадовало с хорошей точки зрения. Я думала, что мы не будем жить в палатках, хотя это, мне кажется, огромный опыт будет. Много нового узнают ребята за четыре дня кругосветки. От того, как установить палатку, до основных навыков поведения на воде и ориентирования. Сплав проходит по протоке в четыре перехода до пляжа «Оазис» на берегу Азовского моря. На ночевке ребята останавливаются в водном деревянковке «Голубой Ниве». Чтобы все прошло гладко, как по маслу, в первый день участникам похода читают лекции, а также учат командной работе в каное. Когда мы только начали, и все шли в разнобой, и как бы особо никто не понимал, что нужно делать. И только начинали идти на лад, когда начали пересаживаться, и уже постепенно начали понимать, как и нужно, что делать. Мне очень понравилось, это было очень интересно и запоминающееся очень. Старший инструктор Сергей, очень хорошо и доходчиво нам объяснял, правильно нас посадил. Достаточно мы быстро уже пошли больше, более-менее в налад уже. Что касается безопасности, то за 10 лет проведения кругосветки ее организация стала практически совершенной. На каждые 10 человек группы приходится по двое опытных наставников. Задействованы и многие государственные структуры системы безопасности. На воде у нас работают два спасателя, моторная лодка сопровождения, фельдшер, врач. И нас курирует ГИМС, береговая охрана. То есть, несколько государственных служб обеспечивает безопасность и надзор параллельно с нами. Мы очень надежно работаем. Продолжительность маршрута, который ребятам предстоит преодолеть, составляет более 120 километров. И хоть спешки в этом походе не бывает, все же соревновательный момент присутствует. Лучших определяют по итогам каждого перехода. Но не это главное, говорят участники. Главное – это те незабываемые впечатления и опыт, которые можно получить только на Славянской протоке. В Краснодарском крае и в Южном регионе вообще таких походов не проводит никто. Это единственный филиал, который профилирует водный туризм по степным рекам. Вот таким, как и является Кубань, и про то, как Кара-Кубань раньше ее называли. То есть, мы единственные, кто по-настоящему профессионально занимается водными путешествиями для подростков. Стоит отметить, что для ребят это путешествие организуется совершенно бесплатно за счет средств государственной программы. Всего нынешним летом Славянская крейсерско-парусная школа проведет семь смен кругосветки, в которых примут участие более 400 детей со всего Краснодарского края.